нашла очень атмосферное место наверное мне сейчас его очень не хватало это такой знаете японский садик беседка очень красивая здесь правда нет скамеечки но я смогла поставить свои штатив маленький и посидеть вот сесть чтобы смотреть в камеру и общаться с вами это уже дубль 2 когда я пытаюсь высказаться пытаюсь рассказать куда же я пропала и почему сейчас так редко выходят ролики на ю тубе по крайней мере на основном канале на этом на котором вы сейчас смотрите этот ролик на втором канале для любителей секонд-хенда я выкладываю регулярно ролики но это знаете просто потому что я по работе хожу по секонд-хендам возможно кто-то не знает у меня есть магазин на ebay и я продаю там вещи те которые нахожу какие-то интересные в секонд-хенде и поэтому на втором канале регулярно ну и плюс на втором канале знаете мне как-то там собрались немного но в основном единомышленники и отдача отдача просмотрах она намного лучше чем здесь но собственно говоря не об этом речь я хотел рассказать куда я пропала почему ролик почему две недели меня не было и и возможно еще не будет в принципе наверное все началось осенью ближе к зиме были морозы минус 20-15 я до этого кто уже смотрят регулярно мои влоги знает что до этого я перешла время из одного магазина в аллею другой магазин ночную интернет-магазин ночную смену я работала всего два дня в неделю и как бы меня это очень устраивало все-таки римчик это стабильность это зарплата неплохая это медицинская страховка так вот зимой ноябре наверно были морозы и в какой-то момент я стала чувствовать что я начала задыхаться происходило это так на улице очень холодно я бегу на работу прихожу на работу и я начинаю задыхаться один-два раза три раза я подумала знаете возможно это потому что зима холодно и ты заходишь теплое помещение и вот этот перепад температур он дает возможно вот то что я задыхаться начинаю мне тяжело дышать не то что задыхаться тяжело дышать отдышка начались проблемы со спиной то есть моя работа она физически трудная ты должен течение смены очень много носить тяжестей и вот знаете эти два фактора спина потом спина в какой-то момент просто отказалась работать я не могла согнуться а если даже сагина сгиналась ты не могла разогнуться конечно же я пошла на бюллетень чисто из-за спины мой семейный доктор отправил меня к невропатологу у нас не так знаете быстро попасть по врачам специалистам и к невропатологу я ждала очередь три недели первому визиту конечно же я пожаловалась доктору что я задыхаюсь что тяжело дышать мне и принципе мы с доктором сошлись на мнение что возможно это аллергия на мороз я стала пошла вот к невропатологу невропатолог направила меня на мрт спины я в жизни никогда не делала мрт и вот она направила меня пока я ждала мрт я записалась уже к пульмонологу потому что но все-таки мы с доктором уже на следующий раз решили за эти вот я четко не помню вот эту всю хронологию да наверное это не важно в общем я записалась пульмонологу потому что в какой-то момент все таки это стало чаще и чаще я стала задыхаться даже просто проснувшись вот тогда конечно уже звоночек у меня в голове что но какая-то аллергия на мороз я же дома я только проснулась и мне знаете становилось и хуже и хуже у нас локдаун я сидела вроде бы дома потом вот я пошла на бюллетень опять знаете от хронология и что в результате друзья самое страшное конечно это было когда не тогда когда уже вот я узнала диагноз по спине принципе это все не вылечивается конечно но залечивается я прошла курса маг прошла курс физиотерапии но мне становилось все хуже и хуже я все чаще и чаще задыхалась и приступы все больше и больше и дольше в результате вот наконец дождавшись визита к пульмонологу а уже заранее я записано было на магнитный резонанс именно легких потому что потому что год назад это уже все в январе проходил происходило год назад кто возможно помнит я сильно болела и меня тогда доктор отправила на сделать флюорограмму легких флюорограмму я сделала но результат не забрала зря так вот ожидание к пульмонологу ожидание март я забрала вот этот сходила в архив и забрала вот этот результат флюорограммы оказалось что у меня было воспаление легких ну я тогда подумала что возможно это скорее всего это что я задыхаюсь это после вот этих воспаления легких то что я его не долечила я болтаю же друзья 7 минут так вот в итоге самые тяжелые было две недели после магнитного резонанса когда ты продумал в своей голове что у тебя уже рак последней стадии и жить тебе осталось несколько месяцев и было большим счастьем и облегчением узнать когда вот уже я взяла результат магнитного резонанса и попала уже на визит к пульмонологу то было большим облегчением узнать что у меня астма астма средней степени средней тяжести и что это слава богу не рак астма и сосны люди живут конечно же и в такой знаете последней стадии когда очень трудно а в средней в начальной люди живут вот я теперь сейчас и всегда уже буду ходить вот с таким дозатором и вы знаете я такое испытала счастье просто очень счастье что я знаю что со мной потому что вот эти несколько недель они очень выматывали при том что я снимала ролики на youtube и ролики выходили два раза в неделю то есть я не пропадала пропала я позже не выписали лекарства и в принципе уже все теперь надо проходить было вот от двух до четырех недель курс лечения еще потом сейчас меня кстати уже выписали с бюллетня я уже на следующей неделе в пятницу еду на работу как бы все все диагнозы поставили все что надо проверили и как бы то что то что вот так пропала я вероятно почему я пропала какой-то момент уже после того как я узнала о своих диагнозах эйфория прошла вот это знаете счастье прошло что я знаю что со мной и какой-то момент мне стало все равно не стало все равно на youtube наверное это вот сказалось нерв нервное состояние вот этих нескольких месяцев раньше было несколько раз когда я хотела бросить youtube но тогда тогда меня спасала знаете вот маленький принц помните мы в ответе за тех кого приручаем раньше меня вот это очень мотивировало и даже если были мысли бросить youtube то вот эта фраза она мне этого делать не позволяла то какой-то момент настало все равно просто все равно знаете такое впечатление что я потеряла какие-то ориентиры ничего такого страшного знаете не произошло в моей жизни люди болеют болеют еще хуже с моими диагнозами живут и живут долго но наверное вот какой-то момент на меня навалилась такая безумная апатия и вероятно я потеряла ориентиры я не могла заставить себя взять телефон направить камеру на себя например или даже вот себя и что-то снимается что-то говорить я не хотела даже говорить и еще я забыла вам рассказать что на фоне всего этого у меня был стоматолог тоже начался он где-то в ноябре все знаете началось с того что я пошла поставить пломбу и зубной это как знаете ремонт причем капитальный ты содрал одну обуину решил знаете где-то дверь подкрасить в результате сделал капитальный ремонт также произошло и со мной я пошла просто поставить пломбу в результате я в общем то сделала за эти месяцы по моим меркам голливудскую улыбку мне поменяли очень много что мне знаете это тоже эпопея долгая очень трудная и и удаляли нервы ставили лекарства лекарства не помогала нервы удаляли уже без лекарства вырывали зубы потом последние уже когда все это сделали то последнее это было мне делали реставрацию зубов и верхних и нижних и добавляли еще зубы но в общем в результате я сейчас голливудской улыбкой по моим личным меркам но с какой-то пустотой но с абсолютной пустотой как-то в душе и сердце и нет такого знаете что я не знаю вообще ориентиры на самом деле махи сбиты все мои ориентиры они сбились просто я не знаю куда двигаться дальше получается я в каком-то застое я не знаю куда двигаться дальше и почему я вам это друзья рассказываю и почему я вам этим делюсь я не жду от вас поддержки я не жду от вас осуждения я не жду от вас каких-то советов мне просто хотелось высказаться конечно мои дети знали всю эту ситуацию и как могли поддерживали меня но все равно знаете я должна была это все в себе переварить перья ну вы поняли в общем и все равно вот эти потерянные ориентиры я не знаю дальше куда двигаться у меня в душе абсолютная пустота вот просто я не хотела даже долго думала снимать этот ролик не снимать просто забить на youtube и потом знаете но потом это через какое-то время если конечно ты поймешь куда тебе дальше двигаться в каком направлении то знаете выйти сказать тадам я вернулась но это тоже наверное неправильно потому что есть люди из вас кто на самом деле беспокоится спасибо вам большое реально спасибо большое за это опять сумбурно знаете час очки опять очень сумбурно и наверное как итог возможно я опять пропаду возможно нет я не знаю мне нужно понять куда двигаться дальше мне нужно собрать себя опять по кусочкам наверное собрать себя новую собрать себя в новом собрать себя в новом обличии может быть с диагнозами с тем что с этим надо будет жить будущем и как что с работой я тоже не знаю потому что вот я выйду на работу и я не знаю смогу ли я работать на этой работе потому что по для по 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 спине из-за спины мне надо одно ну знаете астма она не влияет ни на что ну в общем в общем друзья спасибо вам большое спасибо что вы меня выслушали очередная моя жилетка очередная моя жилетка спасибо большое ведь я иногда смотрю вот сейчас на ю тубе блогеров и даже они меня не мотивируют ни на что не мотивирует собрать себя в кучу я не хочу сказать что я устала нет я не устала это наверно может быть даже выгорание ведь очень часто говорят что блогеры выгорают кто-то бросает youtube кто-то все-таки у кого-то получается взять себя в руки и опять собрать себя ну в общем друзья спасибо вам большое спасибо